Дорогие друзья, всем огромнейший приветик. Пару месяцев назад я обещал выложить подробный отчет о инвестировании в ЯМИ. И сейчас мы этим с вами займемся. Итак, заходим в личный кабинет на ЯМИ. Как можете видеть, у меня есть один единственный портфель, созданный в августе 2018 года. Ну, сейчас август 2019 года. Давайте посмотрим подробно, что и как я делал. Итак, как вы можете видеть, портфель я создал в августе 2018 года. Сейчас август 2019 года, то есть прошел ровно год. Состав портфеля я выбрал самый минимальный, то есть 5000 рублей. Первоначальный взнос и по 2000 рублей раз в месяц. Риск у меня 2 из 10, то есть практически минимальный риск портфеля. Ну и срок инвестирования был год, потом он пролонгировался. Так, давайте пробежимся по составу портфеля. Из чего он состоит? Самое главное это FXRB. Девар облигации с доходом в рублях. Ну это, скажем так, акции крупнейших российских компаний. Насколько я понимаю, это аналог таких голубих фишек США. То есть акции крупнейших компаний, стабильных, с низким доходом. Ну и вторая часть портфеля это золото. Как объясняется, такой как бы стабилизирующий фактор, чтобы портфель сильно не штормила. Так, давайте посмотрим теперь по операциям. У нас было, ну здесь все вместе. Понятно, что было пополнение по 2000 рублей. Вывода средств у меня не было. И пробежимся по комиссии. В разных обзорах на Яме пишут, что достаточно драконовская комиссия, особенно для маленьких сумм. Ну как бы это и да, и нет. Во-первых, если вы открываете портфель более чем на год, то первый квартал у вас без комиссии. То есть видите, у меня год прошел, но комиссии у меня было всего две списания. И одна только текущее начисление. То есть первые там сколько, ну три месяца там или сколько. Первый квартал это было без комиссии работам. Поэтому вот уже небольшая экономия есть. Ну в принципе по тем суммам, которые крутились у меня, да, как вы можете видеть, в среднем 295 рублей, 295-292 рубля была комиссия в квартал. Да, конечно, когда ты оперируешь тысячами рублей, а не сотнями тысяч, эта комиссия большая. Но тем не менее, как бы она, ну, да, кусается, но не настолько, чтобы прям вообще отпугивать инвесторов. Так, давайте теперь пройдемся по суммам, которые я сложил в экселевскую табличку. Итак, первоначальный взнос, как я уже говорил, был 5000 рублей. Ежемесячные взносы были по 2000 рублей. Умножить на 12 месяцев это 24000 рублей за год. Итоговый портфель чистых моих взносов был 29000 рублей за год. Как вы можете видеть, баланс портфеля составляет на текущий момент 31243 рубля. И получается грязный заработок 2243 рубля. Грязный в том смысле, что он без вычета налогов, но уже с вычетом комиссии. Комиссия уже все списалась. То есть это 2243 рубля. Это разница между деньгами, которые я принес, и суммой портфеля, которые есть у меня сейчас. Ямя является налоговым резидентом. То есть она мне спишет налог, мои 13%, сама самостоятельно. Мне не нужно ничего делать. И выложит мне в личном кабинете 2 НДФЛ, где будет указано, сколько я там платил налогов. У меня счет не ИС, а просто ДУ. Без каких-то льгот. Ну и конечно, последняя колонка, которую я вычетал. То есть за вычетом 13% чистый заработок получился 1951 рубль за год. Ну давайте посмотрим, много ли это или мало. Порассуждаем на эту тему. Конечно же всегда любой заработки, инвестиции, пассивный доход сравнивается с банковским вкладом. Сейчас, конечно же, не такие большие проценты, как там были несколько лет назад. Но приблизительно всегда говорят, что 10% это вклад в банки. Я, честно говоря, не видел таких процентов. Может быть в каких-то рискованных коммерческих банках есть. Но, допустим, давайте возьмем за основу 10%. Предположим, что 29 тысяч рублей мы положили на 1 год в каком-нибудь рискованном коммерческом банке. То есть плюс 10%. Мы бы заработали 2900 рублей. Естественно, на банковский вклад 10% налог не распространяется. Это был бы чистый доход. Но, в принципе, да, он вот, если взять такие грубые суммы, это было бы больше немножечко, чем получилось на яме. Но мы вкладывали не 29 тысяч рублей, а мы вкладывали 5000 рублей. Потом плюс 2000 рублей пошло. Плюс 2, плюс 2, плюс 2. То есть это было накопление. Если бы я сюда принес сразу 29 тысяч рублей, тут бы тоже сумма была бы другая. Давайте что-то более реалистичное. Допустим, возьмем Сбербанк. Вклад. Пополняй. Потому что у нас был аналогичный, как бы, пополняемый типа вклад. То есть мы положили 5000, потом стали пополнять. Давайте возьмем вот процентную ставку вклада пополняй. И, ну, допустим, вот, грубо говоря, мы также положили те же самые 29 тысяч, но с процентной ставкой пополняй. То есть 29 плюс 4 на 4 процента, то получилось бы 1316 рублей. Собственно говоря, не настолько далеко-то мы ушли со своим инвестированием. Тем более, что вклад в банки, он более надежный, чем все вот эти игры с акциями. Ну, вот считайте, что приблизительно так же мы и на тот же самый доход и вышли. Плюс-минус там вот эти какие-то несколько сотен рублей. Вот. Ну, что сказать в заключении? Конечно, используя такие суммы, ты много не заработаешь. Чтобы вот как-то там жить на эти деньги, зарабатывать хотя бы там по 10 тысяч рублей в месяц или так далее. Как какие-то там, знаете, есть мечты у людей сидеть, ничего не делать. А чтобы тебе деньги сами зарабатывали? Нет. С такими вот инструментами, скажем так, легальными, ты ничего не заработаешь. Это не финансовая пирамида какая-то. Это совершенно легальный инструмент, имеющий лицензию Банка России, являющийся налоговым резидентом, все такое. Естественно, это большие риски. Вам никто не гарантирует доход. Он может как вырасти, так может и упасть. И, в принципе, вы можете потерять там, ну, я думаю, что не прям все, но какие-то существенные проценты от своей суммы. Если вот посмотреть по моему графику, вы видите, что, допустим, вот сейчас я здесь покажу. Я вложил, видите, в августе 5 тысяч рублей и тут же потерял 60 рублей, ушел в минус. То есть акции упали, пошли в минус и мой портфель уже сразу же что-то потерял. Поэтому здесь нет какого-то определенного стабильного роста. Это игра на бирже, игра на акции. Это инвестирование. Но, тем не менее, инвестирование – это интересно. Оно захватывает. Ты каждый месяц пополняешь, ты смотришь график, во что-то хотя бы минимально вникаешь. Я вот не являюсь каким-то там большим финансистом на таком бирже и так далее. Ну вот, какой-то инструмент управления своими средствами существует, называется ЯМИ, работает с Яндекс.Деньгами. Что по комиссиям? Очень много критики говорят про комиссии. Да, если ты будешь пополнять через банковскую карту, там идет комиссия. Но с Яндекс.Денег комиссии нет вообще ни на ввод, ни на вывод. Я еще пока не выводил средства, поэтому не могу точно подтвердить данность этих слов. Но по утверждениям самой фирмы это так и есть. Поэтому, да, если у вас есть свободные деньги на Яндекс.Деньгах, то смысл инвестировать в ЯМИ больше, чем во что-то еще другое. Если вы хотите заводить эти деньги с каких-то сторонних источников, типа банковской карты или еще что-то, то готовьтесь к тому, что будет еще комиссия за перевод. Ну, несмотря на все вышесказанное, я пролонгировал свой портфель еще на год и, так сказать, планирую той же стратегии придерживаться, то есть пополнять по 2000 рублей в месяц. Ну, что у нас будет? Если сейчас у нас портфель 31 тысяча плюс 24 тысячи рублей, то есть через год вес моего портфеля должен составлять 55 тысяч рублей плюс какие-то проценты. Суммы уже будут более серьезные, думаю, что будут более большие заработки. Поэтому приблизительно ровно через год я сделаю отчет, что у меня получилось. Ждите следующего видео, так сказать, через год. Ну что же, это был, я думаю, самый честный отзыв. То есть я честно проинвестировал целый год и сделал об этом видео. Все как есть, без каких-то прикрас, хейта или укрывания информации. Вы все видели сами. Никаких ссылок я не оставляю, потому что в Яме нет никакой реферальной программы. Ничего, просто вбивайте в поисковике Яме и вы попадете на сайт. Ждите следующего отчета ровно через год. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну и, конечно же, задумывайтесь об инвестировании, так же, как задумывался я. Деньги должны работать. Всем пока!